Столичные строители готовятся сдать первые ангары крупнейшего в Европе электродепо. Объект, расположенный в районе Митина, поражает масштабами. 23 гектара будут заняты хранилищами и современными ремонтными мастерскими. Депо станет домом для поездов сразу четырех веток метрополитена. Наш корреспондент Александра Шонина побывала на гигантской стройплощадке. Солнце едва взошло, а их рабочий день уже подошел к концу. Электродепо строит в три смены, без перерывов и выходных, почти две тысячи рабочих. Торопится. В первую очередь нужно сдать уже к декабрю, по просьбе города, на год раньше запланированного. Это отстойная зона, корпус мотовозный, здание эксклюзационных служб, трансформаторные, компрессоры. В общем, службы, которые необходимы для обслуживания депо. Здесь будут принимать не только поездосимые ветки метро. Но и Бутовско-Филевской, а также кольцевой линии. В электродепо Митина на ночь будут загонять до 50 составов. Здесь же их можно будет ремонтировать. Полностью разобрать или собрать вагон, помыть его или покрасить, а также поменять колеса или электрику. Оборудование закупят финское и немецкое. Поэтому скоро сюда приедут иностранные специалисты. Они установят технику и научат ей пользоваться сотрудников депо. Вакансий много. Трудоустроиться смогут около двух тысяч человек. Последний раз электродепо в Москве открывали в 96-м году. Поэтому сейчас в планах города запустить не только этот объект в Митина, но и построить еще около восьми и реконструировать все старые электродепо. Когда мы вкладываем в депо, создаем условия, мы вкладываем в надежность. Потому что это техническая обслуживание, это контроль, это возможность нормальная, чтобы поезда не на линии отстаивались. Я правильно, Василий? Да, абсолютно. А чтобы они отстались в специальных условиях, и их могли проверять, контролировать и более лучше содержать. Митинское депо занимает более 23 гектаров земли. Таких нет не только в России, но и в Европе, говорят строители. Оно могло бы быть еще больше. Территория позволяла, но власти нашли одному из участков другое применение. Здесь будет транспортно-пересадочный узел. Первоначально вы планировали построить возле южного выхода станции Пятницкое шоссе, но теперь по просьбам местных жителей там сквер с лавочками и цветниками. Мы вот добивались, добивались, мерзли, писали. Вот получили. Ну, довольны. Чтобы узнать, какие еще предложения городским властям есть у жителей северо-запада столицы, Марат Хуснолин встретился с муниципальными депутатами, главами управ и префектом. Результативно решено пересмотреть транспортную схему рядом со строящимся хоккейным центром Владислава Третьяка. До Нового года закончить отделку школы искусств Травинского. Обсудили также и будущее промзоны Строгино. В основном это будут офисные, деловые, промышленные, чисто торговые. Но это будет то, что даст дополнительные рабочие места. Сегодня для нас очень важно, чтобы на окраинах города создавались рабочие места. Проект реновации промзоны Строгино уже проработан. И через две недели будет вынесено рассмотрение градостроительной земельной комиссии. Мы получили соответствующее поручение и в течение двух недель мы представим на градостроительный совет вот уже конкретные предложения и потом в последующем будем приглашать инвесторов, будем приглашать собственников этих территорий, собственников земли для уже предлагать им развитие. Всего в ходе своего субботнего визита по северо-западу Москвы Марат Хуснолин дал около 30 поручений, а также объявил о начале реконструкции Волоколамского шоссе. Расширять дорогу не станут, но сделают ее бессветофорной. Для этого возведут три эстакады. Строить начнут будущее весной, а закончить обещают уже через полтора года. Александра Шойна, Дмитрий Козлов и Сергей Бедрицкий. Москва, 24.